Гордость одичалого фатрилянда, белокурая русская бестия, исполнитель знаменитого гимна «Интернациональной России, я русский», певец-шаман, презентовал новый шедевр. Название нетленного произведения «Душа на распашку». Сразу скажу, что для достижения максимального эстетического наслаждения это нужно смотреть, а не только слушать. Потому что это даже круче песни русских десантников, которые ноют про то, что их всех поубивали в гастамеле. Да, я знаю, что это гастамель, но у россиян русскоязычные челюсти, и для них это гастамель. Доброго вечера, мы из Украины. Выдавитесь проект Украина в огне, мане зваты Рауль. На этом месте ставим лайки, не забываем про перепосты, проверяйте ваши звоночки. И я думаю, что со следующей недели мы начнем свою невидимую борьбу с русскоговорящими челюстями. Если Facebook поступает с нами так, как он поступает, тогда у нас есть контрмеры. Но сейчас мы продолжаем наш сюжет. Текст песни шамана, как и все русские хиты, незамысловат и понятен простому, я бы даже сказал, простейшему русскому трилобиту. Я простой русский парень, нас таких миллионы. Я по жизни шагаю под счастливой звездою. Душа нараспашку, под белой рубашкой. Я самый счастливый. Живу я в России. Душа нараспашку, под белой рубашкой. Хороший текст. Проще можно уже только нарисовать. На первый взгляд с видеорядом тоже все отлично. Режиссер попробовал воссоздать быт и традиции классической мосфильмовской сталинской деревни. В кадре все отмыты, одеты в чистое сушки, баранки, самовары и парное молоко. Есть, конечно, в деревне и недостатки, и перегибы на местах. Остроглазый шаман их подмечает сразу. Например, абьюзинг и домашнее насилие в семье. Но шаман он на то и шаман, чтобы подмигнуть глазом, и вот уже у мужа в руках не топор или тапок, а цветы. Дальше больше. Ленивым мужикам он заводит трактор, а затем уже на пике своего шаманского могущества он на глазах у широкой общественности смело принимает заигрывание местной эскортницы, которая, судя по размерам и формам, слона на скаку обескровит, горячую избу дожжет. Другими словами, хрупкий шаман ломает все навязанные современным обществом стереотипы и видит в женщине душу. Ее абсолютно невозможно не заметить, потому что она бесконечно стремится к пятому размеру. Тут шаману, безусловно, респект. В кадре ни одной муклы, никакого силикона, все натуральное. Даже афророссиянин, который играет на баяне. В результате все довольны. От красавицы до местной творческой интеллигенции в лице пьяного десантника в тюняшке. Но есть и досадные проколы. Для начала простой русский парень в русскую теледеревню образца 37-го года приезжает на лимузине марки «Москвич». Потом ему из багажника выдают белый аккордеон. И по ходу клипа понятно, что шаман не умеет на нем играть, а порвать не позволяет телосложения. Потом, как верно заметил кто-то из несчастных зрителей, абсолютно понятно, что у шамана душа нараспашку в испанской рубашке, которая стоит приблизительно как вся деревня, вся массовка, вся корова и трактор. Вишенка на тортике, от которого забил бы копытом даже Валерий Леонтьев, шаман врывается в архаичную русскую деревню не только на лимузине с белым баяном и в дорогущей испанской рубашке. Нет, у нашего героя еще и штанишки в обтяжку, и они кожаные. И в этот момент весь этот лубок начинает трещать, трещать по швам. Потому что нет в России ни одной деревни и очень мало городов, куда может зайти смазливый хрупкий блондин в белой рубашке с белым баяном и кожаных лосинах и немедленно, я бы даже сказал мгновенно, не выхватить грандиозных, эпичных, неимоверных аплодисментов. И я вас уверяю, что овации были бы такой силой, что шаман минуты бы четыре просто не мог опуститься на землю, потому что его в воздухе поддерживала народная любовь и немного кирзовых сапог. Еще надо вломить пендалей звукорежиссеру, потому что на 53 секунде шаман поет «Я по жизни шакалю». Это немного сбивает настрой, потому что, ну, таки да, шакалец за пригоршню рупиев. Ну, а кто не шакалец, спрошу я вас, тернопольская ТЦК? Ну, не будем разгонять вражеские псо, а разберемся с одичавым звукрежем. Идеологический ролик, кстати, тоже не безупречен. В клипе нету хоровода, а ведь он важен. Об этом неоднократно упоминал русский философ Дугин. Вместо хоровода коварный шакалей шаман выводит все население за пределы деревни. Зачем? Ладно, если бы на околице были видны военные грузовики. Тогда финал был бы понятен. Селяне мобилизованы в СВО. Едут сражаться с нацистами. Сейчас вот шаман переоденется в кожаную куртку и натянет на ноги берцы от Юдашкина и затянет новую песню. Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от овца. Но военных машин не видно. И это плохо. Потому что в России открытый финал это даже хуже, чем если бы шаман ввел селян на корабль, который поплывет в Америку. Открытый финал заставляет людей думать, представлять, мечтать, дорисовывать свое личное, а не понятное коллективное счастье. Поэтому клип должен был бы закончиться хороводом. И вот почему. Проект «Всероссийский хоровод» взяться за руки и совершить огромный круг между, например, между Псковом и Великими Луками. Сделать огромный хоровод, собрать несколько миллионов людей, которые будут его водить. Ну, некоторое время, несколько дней. Там останавливаются ночевки, там праздники, палатки можно разбить. И все будут ходить по этому хороводу, потому что самое правильное движение, вот если мы хотим двигаться куда-то, это движение по кругу. Это сакральное движение. Оно, конечно, никуда нас не приводит, но мы никуда и не хотим идти. Это наша земля, зачем нам куда-то идти? И вот это движение по кругу, оно вызывает у людей раскрепощение сознания. Знаете, какие раньше были хороводы? Вот как русские вставали, попробуйте сами, встаньте в хоровод и побегайте. Денек, другой. Ощущение совершенно потрясающее. Ты начинаешь понимать, что все то, что, думаю, уже потеряно безвовратно, все есть, все возвращается. И в этом хороводе, в этом круге рождаются все те энергии, все те пластические возможности воображения, которые в обычном человеке замкнуты. Хоровод – это способ открыть коллективное бессознательное. Вместо модернизации надо заниматься хороводом, потому что модернизация – это идея двигаться куда-то. Самое главное – движение по кругу. Оно никуда нас не приведет, но мы никуда и не собираемся идти. Объективно, это идея для следующего хита шамана. Например, «Собирайся в дорогу, товарищ, и бабищу свою не забудь. Впереди тебя ждут переходы. Почему бы не жить как-нибудь? Ты русский, ты идешь в хороводе. Ты идешь до конца. Как Дугин, ты идешь как овца. Но шагая по кругу, ты идешь до конца. Тебе повезло. Ведь шагая как Дугин, ты идешь в никуда». И Путин такой молодой, и цель СВО впереди. Из одежды исполнителю я настоятельно рекомендую кружевные галифе, китель царского морского офицера, папаху из альпаки и ослепительно белые ботфорты на платформе. В руках, естественно, русская арха. Нагадаю, что партнером проекта есть страховая компания Экспресс-страхование. Вы найдете агрегатор Hotline Finance, потом вы найдете нашу страховую и буквально в три клики оформляете себе автоцивилку. Продолжайте. А теперь немного фактов из реальной русской жизни. Вот, например, Белгородская область. Танк-освободитель шел хороводом и отдавил морду культовому русскому внедорожнику Нива. Отдавил вместе с водителем. Но я бы на месте родственников не отчаивался. К следующему дню победобесия Ниву можно восстановить и написать на ней «Можем повторить» или «Спасибо героям СВО за защиту». Эпизод номер два. На этно-ландшафтном фестивале да, такие бывают и фестиваль называется «Зов Пармы» Пермяк зарубил топором участника СВО, который приехал в город Соликамск в отпуск после ранения. Тут вообще все волшебно. Сколько хороводы в СВО не води, все равно топор тебе секир башка сделает в родной Перми. Как там шаман пел? Голова нараспашку застирать бы рубашку? Или я самый счастливый, помру я в России. Все верно. Из Перми слов не выбросишь. Это вообще зачарованный край. Местные власти уже отчитали, что с 2024 года участники СВО или их родственники получили 26 земельных участков. Интересно, а родственникам чувака с головой нараспашку выдадут землю или только рубашку? Вот такие у нас хроники одичалых. Ну а сейчас новый розыгрыш призов для наших зрителей. Вы знаете, что наши партнеры, компания Кидисвит, запустила проект шевронных героев Технодрайв. Это лимитированная серия коллекционных моделей автомобилей, на которых воины ССУ сражаются против извечного врага. Все модели металлические, с открывающимися дверками и системой пуллбэк. Подробности на сайте Технодрайв.ua. Помните, что 10% от продаж идут на покупку рэп для ЗСУ. А сейчас для наших зрителей на Фейсбуке и на Ютюбе мы разыграем сразу три модельки. Хотите выиграть одну из них? Пишите в комментариях хочу шевронных героев и в ближайших выпусках я назову имена счастливчиков. На цьому все. Вы дивилися проект Україна в огні. Памятайте про те, що попри усі негаразди рано чи пізно имперію буде зруйнована. Слава Україні!